Рамиль, хотел бы поддержать именно твои слова, тоже согласно с этим. Мы представляем транспортно-логистическую компанию, группу компаний. И как мы видим эту историю? У нас есть опыт работы консолидации, так называемых. О чем речь? В пуле наших клиентов есть разные клиенты. И на сегодняшний день объемы заказов этих клиентов очень-очень маленький. И мы, не побоюсь, наверное, сказать, горд этим, мы спасали, наверное, отчасти этих маленьких клиентов. Они до сих пор работают в силу того, что нам удавалось объединять их маленькие заказы в пул достаточно больших, крупных заказов. У нас есть опыт в этом, и опыт более года уже. Мы доставляем эти грузы, и клиенты достаточно хорошо существуют. Хотели бы предложить именно этот опыт в данной связи. Именно, да, действительно создание некого союза. Этот союз сможет выходить объединенными усилиями, большими достаточно объемами уже на поставщиков. Вправь будет просить договариваться о каких-то скидках, особых условиях доставки. Далее грузы приходят в Россию и распределяются среди участников данного союза. И именно это сможет объединить, создать некий бренд, узнаваемость конкретных определенных марок на особых условиях. Себестоимость данной ситуации будет, ну, что-то не подсказывает, наверное, в рынке. Вот, если пойти в этом направлении. Ну, наверное. Сейчас, Рамиль, пока ты здесь, скажи, пожалуйста, с чипированием что-то сейчас вообще слышно или нет, с маркировкой продукции, или это уже забыли надолго? Боюсь, что нет. Боюсь, не забыли, поскольку относительно недавно, буквально когда страну перевели на режим карантина, была введена маркировка на воду, несмотря ни на что. Думаю, что подобная участь будет, ждет и обувь. Обязательная маркировка должна начаться с июля месяца. С бельем несколько проще. Одежда с конца, с начала следующего года. Пока все это в плане. Значит, что откладывается, да? Нет, нет, нет. Пока все в плане. Хотя есть опыт в то же время, да, есть опыт, когда за 2-3 дня до введения запретов меняли условия и откладывали данную маркировку по некоторым позициям. Сейчас очень сложно прогнозировать. Как бы ни было, ну, из нашего опыта, наше мнение, да, вот частное мнение, частное мнение, мы считаем, что маркировка будет, но, скорее всего, она будет в каком-то упрощенном варианте. Ну и, честно говоря, мы, когда входили в этот проект, честно, глаза страшат, а руки делают. Отрать брала. Было настолько страшно и непонятно, как это делать. Сейчас достаточно быстро уже мы попаднаторели в этом и проблем в этом не видим. Мы великолепно маркируем обувь. Сейчас входим в проект, начинаем маркировать одежду и прочее. Белье, скорее всего, тоже будет. Да, извини, пожалуйста, к тебе такой вопрос. Ведь это от тебя была информация о том, что уже появились охотные пути, и активно они предлагаются, что полностью дискредитирует идею маркировки продукции. Да, да, есть такие способы приема уже появились. Мы их постоянно озвучивали, выступая в торгово-промышленной палате. К сожалению, на тот момент, да и сейчас тоже, ответа решения этого нет. Все, что касается маркировки, все под большим вопросом. Знаете, такие некие качели, да, вопросы-парадоксов. С одной стороны, нужно делать, с другой стороны, самая главная задача и цель, которая стоит перед маркировкой, не решается. Сложности и трудности возникают только у добропорядочных и честных игроков на этом рынке. А, значит, других участников этого рынка, скажем, ну, это ни в коей мере не касается, даже отчасти облегчает этот опыт. Но что-то мне подсказывает, ситуацию изменят, и все будет значительно проще. Поймите, вся проблема не в маркировке, а в прослеживаемости. А прослеживаемость, мы за два дня сейчас уже решили прослеживаемость нас с вами, людей, да. Нас не прочекировали, но, тем не менее, уже попонятно, кто куда идет, едет, зачем едет, все ясно, да, мгновенно это сделали. С продуктами, легпромом тоже, я думаю, это не будет большой проблемой. Самое главное – это конечная точка продажи в ритейле, там, где собираются все основные деньги. Как только продажа прошла, для этого достаточно поставить онлайн-кассу. Прошла продажа, значит, вся цепочка сразу видна. Обрыв есть этой цепочки или нет? Получены все налоги или нет? Промаркирован товар, не промаркирован – это уже вопрос второй. Ну, так, выключилось. Максим, все пропало. Алло, слышно? Да, 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 я слышу. Да, у меня что-то… Да, все, опять я здесь с вами. Вот, ну, в общем, а как же тогда пути эти обходные? Ведь если будет контролироваться все в магазине, то, естественно, там на этом штрих-поде или где-то будет все считываться. Если обрыв цепочки, этот магазин теряет все, скажем, да? Неужели будут садоводы работать так, понимая, что, ну, пришел и вот ты, весь на ладони. Как там можно обойти все это? Я думаю, что… Давайте посмотрим буквально прошлое трех на четырех лет, как работали 4-5 лет назад и как работаем уже сейчас. Мы уже великолепно разбираемся в декларациях соответствия, в сертификатах на продукцию, да? Мы великолепно разбираемся в декларациях о товарах, таможенных и понимаем… Ну, сейчас не про это, ты сейчас нас уведешь в это, знаешь, куда… Окей, направляй, направляй. Все, не надо. Тут вопрос такой был. Где эти подводные камни, которые ждут добропорядочную розницу? У него все на штрих-коде написано как положено, конкурент работает и без проблем. У него товар на 30% дешевле, висят какие-то ярлыки с кодами. И что делать в этой ситуации? Миш, Михаил, мы всегда считаем, и наш опыт доказывает это, что это рулетка. Всегда остаются игроки, которые говорят, я не попаду, со мной все хорошо, все в порядке. И каждый выбирает свой путь своего бизнеса, развитие его, как он считает правильно. Наш опыт подсказывает, что значительная часть рынка обелилась на сегодняшний день. И это уже спять не пойдет. Это нужно делать. Поскольку, если мы принимаем для себя решение строить бизнес надолго, то нужно идти по легальному пути. Да, понятно, там прибыль незначительная. Да, там очень сложно. Но это стабильно, и это спокойный сон. И есть уверенность в том, что ты все-таки… Тебя не закроют. Человек, который смог что-то сделать, привезти один раз, второй, в десятый раз, поповерь, люди теряют потом значительно больше, чем заработали. Пока они потеряют, рядом закроется этот порядочный магазин. Поэтому вот эта вот позиция, когда мы раньше говорили, когда рынок рос, я никому не мешаю, я здесь спокойный, мне до лампочки мои конкуренты и так далее. От этой психологии надо уходить. Понимаете? У вас семья, у вас дети, вы работаете нормально. И, значит, терпеть то, что у вас под боком будут работать подпольно, это время ушло. Либо он будет кормить свою семью, либо вы будете кормить свою семью. Поэтому пришли, увидели, мониторьте своих конкурентов. Видите, что там, ну, после того, как будет уже единое правило, что там нарушение, идите и сдавайте. Иначе будете на бирже труда вы. Вот. Поэтому тут не должно быть никаких сентиментов, надо уже показывать и зубы. Ну, вот это тоже один из выводов, как нам работать дальше. Ну, а будет у нас юрист, будем еще и обращаться к нему, что делать в этой ситуации. Окей. Да. У кого-то еще давайте вопросы будем обсуждать. И можно наметить наше следующее. Следующее будет у нас через неделю. Опять же, организованный Евробед. Вот. А между этими нашими встречами получат те, кто в инициативной группе по организации, по обсуждению объединения, получат там дополнительный материал, будем обсуждать. Что-то, возможно, произойдет у нас в стране за эту неделю. Может, денег кому-то дадут и так далее. То есть, что-то поменяется. Обсудим и это. А пока будем осмысливать то, что мы сейчас услышали. Мы, вот, каждый, наверное, так немножко пройдет по тем пунктам, о которых мы говорили, и какую-то сделают у себя структуру, структурируют. Первый раз все довольно суммурно. Вот Илона тоже сказала, что у нас не все сейчас хорошо. Мы учимся, мы перейдем к тому, что у нас будет все структурировано. А пока давайте осмыслим эту вот действительность. Я получал от вас очень много в чате сообщений, но я не могу их одновременно читать и рассказывать. Поэтому я надеюсь, что они здесь сохраняются, и я их прочту, и все это запишу. Значит, те, кто хочет пересмотреть что-то, выложим на YouTube, если у нас там ничего не пропало, запись идет. Ну, может быть, вот не все записали, там какие-то идеи может возникнуть по уходу. Поэтому записывайте. Ну и будем дальше общаться. Я очень оптимистично настроен, считаю, что перед нами открываются очень хорошие перспективы на рынке опустошенном, но с неопустошенными нашими сердцами и головой. Поэтому давайте держаться, общаться. Я со многими из вас на телефоне, в Телеграме общаюсь, и поэтому как-то вот вижу, что среди вас, среди тех, кто рядом с нами, с нашим журналом, абсолютно позитив понимание того, что все плохое заканчивается и что мы будем жить по-другому. И уже многие из вас, я знаю, я не могу это озвучивать, но абсолютно точно знаю, что уже предприняли шаги, которые позволяют им в новых условиях абсолютно спокойно развиваться, привлекать новых клиентов, расти, зарабатывать. А как тратить деньги, мы найдем возможности. Будем их тратить. Если позволите, два слова. Конечно, Анатолий. Я бы предложил, чтобы все-таки вот этот двухнедельный период, о котором ты говоришь, между таких совместных встреч, я бы предложил все-таки собрать перечень острых вопросов, кого это волнует, и сгруппировать какие-то группы. Потому что я вижу, что действительно интересы у нас разные и проблемы разные на самом деле. То, что, допустим, для меня серьезная проблема, у меня сейчас, вот я увольняю несколько сот человек, да, я думаю, других таких кровожадных, как я сейчас, может быть, в этом сообществе и нет. Для меня это серьезная проблема. Коллектив, который 25 лет собирал, сейчас приходится, значит, как бы сказать, частично сокращать. Я думаю, что 98% это не беспокоит. Для меня это вопрос, как бы, и психологический, и юридический, и через запятую много можно сказать, что. Поэтому я бы предложил все-таки вот общим обсуждение общего формата вопросов. Я вообще-то не очень склонен не за того, что меня это не затрагивает, потому что я понимаю ряд внешних вопросов, связанных, так сказать, с руководством. Я бы даже не хотел им оценку давать правительству. Ну, это будет просто повтор очередной нашего негодования и возмущения, потому что я считаю, что на сегодняшний день правила игры не установлены, и сейчас любые гипотезы и прогнозы, они, в общем-то, практически, это пустая трата времени. Сейчас надо больше, наверное, работать вовнутрь, обратить свой взгляд на свои личные проблемы, на проблемы, не знаю, там, личностного роста, что делать с текущим бизнесом. Поэтому я бы предложил разбить на секции, я не знаю, сколько их будет, 5 или 25, где-то, может быть, двое, где-то, может быть, там будет 20-30 человек, а где-то, может быть, мы все будем вовлечены. Потому что, мне кажется, вот никого, никого не хочу обидеть, тем более организатора, вот такая колхозная сходка, она, наверное, просто дает нам эмоционально пофонтанировать, и, наверное, сухой остаток-то небольшой остается. Кроме того, что мы едины и понимаем, что, да, наверное, мы поставлены в жуткие условия, надо как-то выживать. Поэтому все-таки, чтобы сухой остаток был, какая-то практическая, я бы даже сказал, практиченская часть от наших бесед, все-таки давайте выберем такие конфигурации, которые будут плодотворные, эффективные и будут приводить к какому-то результату. Ну, во всяком случае, я вот на ситуацию так смотрю. И, наверное, ну, раз уже заводило, обозначился в этом деле, поэтому мы могли бы сбросить круг интересов, которые нас реально сейчас, остро реально сейчас интересуют, а ты бы уже, так сказать, там сформировал вот эти группы или там секции, как называют на семинарах, для обсуждения. И вопрос ведь не то, что мы должны по графику, так сказать, раз в две недели, мы можем там каждый день общаться, а то и по пять раз в дню. Это зависит от остроты вопросов и наших компетенций, потому что в этом социуме кто-то лучше знает этот вопрос, а кто-то, может быть, его совсем не знает, и мы можем друг друга и проконсультировать, и выслушать. А мне кажется, это лучший формат коммуникации, потому что сейчас ни один юрист, а у меня, знаете, целая группа юристов, и все равно стоит огромный список вопросов перед моей компанией, и ответов мы не можем найти. Поэтому, наверное, лучшие советчики, консультанты это все-таки вот наш социум, имеющий опыт, имеющий взгляд, кто-то уже этот прошел этап, а кому-то это только светит. Ну и потом вот меня что беспокоит, я бы не хотел, чтобы мы входили в какую-то конфронтацию, потому что действительно так или иначе, ну хотя бы в кавычках мы где-то являемся конкурентами, и все-таки давайте больше терпимости и понимания друг к другу. Ну, во всяком случае, мне кажется, что это неконструктивно сейчас. В условиях вот таких угроз мы действительно, как ты говорил в своем выступлении, должны сплотиться, сплотиться, ну как минимум по своим интересам, с учетом специфики нашего бизнеса, с учетом, может быть, нашей личности, личностной харизмы, эмоции и так далее, и тому подобное. Потому что вот большим коллективам, мне кажется, очень трудно нацелиться и работать именно продуктивно. Ну, абсолютно согласен. Давайте так практически эти моменты мы отразим. Пожалуйста, напишите, у каждого, наверное, есть моя почта, есть WhatsApp, Viber, любые каналы, напишите тот круг вопросов, которые вас беспокоят. Действительно, я их сгруппирую, по каждой группе назначим своего модератора, вот, и будет он вести то, что интересно вот именно этим людям. Вот, поэтому я вас прошу, там, не откладывайте, пожалуйста, в течение двух дней набросайте вопросы и пришлите. Да, мы готовы хоть завтра подключиться и все это сделать. Как у нас любят говорить, времени на раскачку у нас нет. Так что давайте работать. Я вижу, что многие поменяли свой имидж в этот момент. Вот, все мы выйдем более упитанными, менее, скажем, подвижными из этой ситуации. Ну, это тоже, может быть, будет стимул дальше нам привести себя в порядок, да, обрести глупую форму. Поэтому спасибо всем, желаю вам хорошего настроения, пишите в течение двух дней и, ну, естественно, у всех есть мессенджеры, все получат сообщение, когда мы в следующий раз соберемся. Возможно, и меньше пройдет времени, чем неделя, вот, если такая потребность возникнет. По крайней мере, в следующий раз, когда соберемся, я вам озвучу эти группы, озвучу, кого я вижу там начальником этой группы, и, пожалуйста, у вас есть зум, вы будете общаться. Вот. Ну, и какие-то общие вопросы будем обсуждать. А члены инициативной группы, которые обсуждают вот вопросы сотрудничества более тесные, мы продолжим свою работу, как я уже говорил, в число 15 мая, выдадим на гора первый результат. Что нам это дает? Что нам нужно сделать для того, чтобы объединиться? То есть, там этапы у нас намечены, до осени, я уже, кто знает, написал. Вот. Но будем двигаться. То есть, мы уже что-то делаем. Я предполагаю, может быть, вопросы будут с 99% уверенности, что выставка будет, линжери-шоу-форум, потому что Владимир Михайлович человек активный, умный, его помещение в собственности, поэтому, скорее всего, мы все соберемся. И я буду предлагать собраться нам, кто посещает эти конференции, еще и лично сделать своего рода учредительный съезд в период работы выставки. Я в это верю. Хотя у меня есть большие оппоненты даже дома. Смеются мои оппоненты. Но я верю в вас. Спасибо. Если у кого-то остался какой-то вопрос, давайте и будем расставаться, потому что мы уже тут два часа, по-моему, разговариваем. Полтора часа. В любом случае, через неделю встречаемся. Это 100%. Будет повод, значит, встретимся раньше. Читайте. Пока на Фейсбуке я пытаюсь писать каждый день. И обязательно на портал Белевик. Мы его хотим активировать, реанимировать. Мы перешли там на другую платформу. Сейчас намного проще регистрироваться. Поэтому давайте. Там все выкладываете. Мы выкладываем. Там можно обсуждать и работать. Да. Я так понял, что Оля хочет что-то сказать. Нет? Нет. Ну что, давайте прощаться. Вы как-то так, как будто вы не хотите никуда уходить. У всех сделан не в проворот. Спасибо вам большое за то, что вы были. Можете писать в личку. Плюсы, минусы и так далее. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»